ижевский арсенал крал армс и мне сказали это как раз ваше оружие по вашей тематике я такой подумал о я специалист по космическому оружию интересно конечно дробовик но на самом деле внимательный взгляд увидит знакомый затвор а по этой шторке мы можем определить что это в по 205 вятки поляны предохранитель находится в оригинальном мягко скажем месте да вот вы постреляли и вот таким образом мы должны снять или поставить на предохранитель магазины судя по всему американские по крайней мере по конструкции а производство возможно турецкая вот нелегкая задача а он еще и зубом я понял то есть эргономика здесь честно говоря очень сомнительная для того чтобы вставить магазин сюда вам нужно каким-то образом преодолеть сопротивление этой руки но видимо они скажут а зачем ты так заряжаешь это в спорте мы вот таким образом присоединяем чтобы постоянно у нас палец находился на рукоятке управления огнем а здесь они скажут ну возьми оружие за ручку например ну и вот так вставлять назначение такого оружия это для любителей стрельбы и бабахинга не для спорта не для тактики но просто прикольно ну и одна из проблем передних рукояток например на платформе ака что передние рукоятки являются препятствием для присоединения магазина и если на випре на сайге магазины вставляются в шахту и защелкиваются с помощью заднего зуба то здесь как на автомате калашникова вот так вот в крайнее положение приводите и защелкиваете все органы управления как в ружье или автомате калашникова когда он был в изначальном состоянии с прикладом сюда короче эргономика дурацкая да я думаю будет очень классно с левой руки стрелять любопытно что рукоятка передняя сделана вот сюда то есть у вас основная масса оружия наверху короче все это сделано либо без знания эргономики либо намеренно просто ради такого прикольного внешнего вида одно из преимуществ конфигурации bullpup в том чтобы сделать оружие более компактным с теми же характеристиками но когда bullpup делают из оружия которое изначально было сконструировано по другой схеме то получается все недостатки в одном месте первый недостаток это как вы видели неудобство снимания с предохранителя второй недостаток это неудобство заряжания ну я понял они видимо если хотят менять магазин вот отсюда откуда-то его достают и вот так заряжает в общем эта задача не из простых найти там зуб он где-то должен быть нафиг третий недостаток это usm на тягах потому что ударно-спусковой механизм находится вот в этой области для того чтобы действие с usm дошло до сюда нужны какие-то тяги и они делают usm неудобо варимым по своим характеристикам очень жесткий почему потому что он преодолевает сопротивление на тягах через всю эту штуку будущее у системы bullpup есть и существует масса например товар хорошие карабины но они должны изначально конструироваться под эту схему расположения рукоятки магазина управления огнем а из калаша это делать не самая лучшая идея техрим со своим стендом здесь постоянно каждый год и каждый год что-то новенькое вот например такой карабин такая вот винтовка наверное потому что стреляет 345 калибром нарезным в общем на сегодняшний день ружье и это интересное ружье наверное когда-то было подсмотрено у американцев что часто бывает у них оружейная культура развита но суть в том что такая переломочка которая вот в таком компактном виде может переноситься и в лесу и в горах она не занимает много места очень легкая и когда вам нужно ставили патрончик закрыли звели курок и сделали один единственный выстрел конечно не для спорта но охотники некоторые говорят что у вас нет возможности кроме как сделать один точный выстрел а дальше зверь просто убежит это интересная штука как минимум для тех кто любит технику любит оружие и мы наверное даже и потестируем ее и съездим для этого в ижевск но об этом позже здесь представлены интересные патроны для гладкого ствола что в них интересного они достаточно дешевые и весьма точный точный это 40 миллиметров на 50 метров для гладкоствола это хороший показатель ну и цена в районе 40 рублей что касается тк 502 еще одна интересная вещь в этом калибре это самая одна из самых дешевых точек входа если вам например 9 на 19 нужен или 22 long rifle то вы потратите 28 тысяч рублей не этот калибр для вас будет доступен самое главное что здесь на тех креме я увидел это огромное количество оптимизма их мозг кипит работает никто здесь не шмыгает носом все молодцы так что нам остается только позавидовать этому оптимизму стенд соратника целых шесть лет этот проект долбили 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 на выставках показывали отстреливали возили ну и наконец-то вот в этом году он уже обрел реальные очертания первые пистолеты пошли в тиры соратник который в самом начале был похож именно вот эта модель sp9 она была похожа на чз 75 но теперь он все дальше и дальше уходит от той конструкции чз 75 и становится можно сказать гибридом других удачных решений плюс еще свой собственный опыт вот если сказать про этот пистолет то он приблизительно на 90 процентов сопоставим по запчастям с чз 75 но здесь есть свои особенности в частности здесь своя система запирания и свой ствол то есть если вы захотите переставить ствол с чз 75 этого не получится сделать и наоборот тоже другая особенность это другая боевая пружина более короткая в общем почти каждому элементу здесь свой особый подход и нам остается только оказаться с тысячей патронов с этим пистолетом в тире наедине и посмотреть как он работает всегда приятно когда что-то отечественное доходит до реальных стрелков и вот этот пистолет открытый класс соратник sp9 но к сожалению пока так и остается проектом не в тирах не в руках не у спортсменов мы его не увидим может быть в будущем если хорошо пойдут эти пистолеты может быть и до него дойдут руки а я так долго мечтал о том чтобы на тригане выступать именно с таким пестиком но пока что не судьба и придется стрелять блоком на таких выставках внимание привлекает конечно оружие и девушки девушки у меня вот вопрос вы тут давно стоите и у вас наверняка есть об оружии какое-то свое представление чем отличается курок от спускового крючка округ на который нажимаешь а на спусковой крючок ты не нажимаешь правильно говорить про оружие дуло или ствол ну это разные вещи разные вещи что такое дуло это вот такая длинная а ствол это ясно вам нравится короткоствол или вам длина ствол больше длина ствол нравится больше пуля и патрон это одно и то же пуля это пистолет патрон это в охотничьем ружье например а вам было бы интересно узнать что такое пуля патрон ствол дуло или спусковой крючок и курок я могу вам рассказать смотрите часто люди они о чем-то рассказывают но они не очень хорошо знают особенно журналисты и вот спусковой крючок это как раз та штучка на которую пальчиком давит а курок все думают что на него нажимает но нет на него не нажимает курок это такая штучка раньше он был на револьверах он был похож на курочку его пальчиком отводили и когда он бил по капсулю происходил выстрел он был похож на курицу на курочку поэтому его называют курком у нас в россии патрон это все вместе взяты это когда гильза капсул и пуля с порохом вместе собрали и вот он может стрелять а пуля это только маленькая часть которая вылетает из ствола стенд альфа тек и сразу начнем с главного это арка за 100 тысяч рублей не так давно я в инстаграме у нас кстати подписывайтесь на наш инстаграм практикал шутинг channel так вот недавно в инстаграме я ностальгировал по карабином который делал молот свое время и эти карабины стоили сначала не стоили 64 потом сразу цену подняли где-то до 75 потом подняли еще короче говоря они стоили уже там ну около 75 76 тысяч рублей и при этом их покупали правда несколько там говорят экземпляров осталось в общем это была нормальная цена но когда это было 10 лет назад сейчас дешевых арок нет самая дешевая арка насколько я понимаю это либо то что делает техрим их арки в 345 и 9 на 19 стоят там в районе 120 тысяч рублей и приблизительно за эти же деньги вы сможете купить форт но экспозиции форта мы в этот раз здесь не нашли зато мы нашли арку альфа тек 100 тысяч рублей надо сказать что это крутое предложение для тех кто хочет попробовать себя с аэр-системой теоретически можно купить такую арку пострелять и сказать нет это не мое я пойду на калаш или я буду стрелять из двухстволки но если все-таки вам эта арка покажется интересной то вы начнете ее безусловно тюнинговать и стоимость арки поднимется существенно будут поставлены новые буферы какие-нибудь usm и за 50 тысяч рублей будут цевия изысканы и так далее и так далее платформа и цена не прилетели с небес а из поднебесной вернее не из китая многие комплектующие из тайваня ствол российский который делает альфа тек рукоятка турецкая приклад турецкий вот еще интересный образец это не глушитель а его имитация и приклад не складывается это охотничий карабин но на самом деле в первую очередь он заинтересует тех кто любит историческую реконструкцию те кто любит историю оружие ну и просто железки этот карабин примечателен во первых своим калибром это 9 на 18 тот самый патрон который используется в пистолете макарова но и вообще в 61 году в советском блоке разные производители пытались сделать компактное оружие для экипажей танков для тех кто летчик и чехословакик тогда они еще так назывались вот пришли к этой конструкции она была одной из самых удачных надо сказать свое время по надежности данный карабин естественно стреляет только вот в таком длинном состоянии сделано это в угоду закона об оружии что минимальная длина оружия на данный момент должна составлять не менее 800 миллиметров или 80 сантиметров пистолетный калибр с ней особо не постреляешь она не очень удобная здесь коллиматор трудно поставить но какой дурак будет для этих целей покупать такой карабин есть масса других карабинов которые для этого покупаются стоимость этого карабина естественно очень высокая около 350 тысяч ну и причина понятна это не массовый продукт это продукт низшего исключительно для небольшой группы людей и вот теперь поговорим о таком карабине а вернее снайперской винтовки кстати кто знает чем отличается карабин от винтовки пишите в комментариях оружие для высокоточной стрельбы во всех его формах около 800 тысяч рублей может быть даже дороже вам будет это стоить но вам соберут то и под те цели которые вы себе ставите ложе сделано из карбона производства макмиллан американской компании сами заготовки это bart lane либо лоттер вальтер здесь мы видим винтовки 223 калибре которые по дизайну похожи на gp rifle и владельцем обладателем одной из таких винтовок является иван и если вам будет интересно мы сделаем про нее обзор или вообще почему бы не сравнить с каким-нибудь другим карабином винтовкой например союз т.м. союз т.м. очень сильный конкурент и мы посмотрим как на его фоне будет выглядеть эта винтовка а еще они занимаются перестволом оружия на 40 калибров всех практически от лапуа magnum 366 223 и так далее и если вы не хотите быть тяжелоатлетом вот с такой винтовкой которая весит ну порядка 11 12 килограмм это очень тяжелая винтовка и можете приобрести ствол и поставить ствол на котором оплетка оболочка сделана тоже из карбона при том что сохраняются всякие тепловые характеристики мудреные то в чем я очень слабо разбираюсь но вес очень приемлемы так что обращайтесь если вам нужен перествол а спонсор этого выпуска компания русдефенс два больших магазина один на осколковском шоссе в торговом центре спорт хит а второй в ска калибр русдефенс самостоятельно производит оригинальные аксессуары для оружия в магазинах представлены также фактически все бренды стрелкового мира тактика охота снайпинг практическая стрельба снаряжение и тюнинг фабдефенс триэмп элтор вайли x 5 11 лова кастом ганс холосан зенитка эймпойт и все остальные ключевые бренды у русдефенс открылся оружейный магазин где есть самые разнообразные варианты карабинов на платформах аэр и ака систем высокоточные винтовки ружья и карабины в калибрах 366 и 345 здесь же можно попробовать тюнинг и выбрать именно тот обвес который отвечает вашему запросу прямо в магазине имеется лицензированная оружейная мастерская где можно провести работы с основными частями оружия и установить на него любые аксессуары ссылка на интернет магазинах русдефенс будет в описании best spoke gun друзья best spoke gun это такой термин интересный вообще про best spoke когда говорят имеется ввиду костюм пошиты специально для вас такой топчик из костюмов это тоже самое только про оружие и что интересное вы конечно все скажете цена да действительно тут эти винтовки начинаются от 800 тысяч рублей и я бы хотел сказать самый дорогой карабин стоит столько-то денег но я даже не могу этого сказать ну что верхнего предела нет вы практически бесконечно можете увеличивать цену либо за счет самого оружия либо за счет аксессуаров что интересного в стрелковой части в этом оружии во первых очень широкое распространение и использование карбоновых частей на этом оружии то есть здесь карбоновый не только ложа хотя она выглядит не карбоновым здесь даже магазины могут быть карбоновыми все что только можно сам чехол может быть полностью карбоновым в общем этот легкий прочный материал который зарекомендовал себя в космической отрасли в автомобилестроении формуле-1 он используется и здесь здесь просто охренительное качество невероятное для тех кто производит оружие здесь в россии то есть ладно можно делать обычно можно делать хорошо можно делать очень хорошо но то как они здесь делают даже макеты информация берется от людей которые глубоко вовлечены в спорт снайпинг в точную стрельбу в бенчресты и они очень хорошо знают как бы мясо тело этой проблемы они знают как сделать чтобы летела далеко они знаете проблемы которые возникают соответственно это не просто оружие это не просто цена и не просто деньги это деньги которые на самом деле показывают тот опыт который вложен в это оружие патроны здесь необычные ручной сборки вот так вот выглядит коробка для патронов ни слова о цене только слово о том что они дают точность этого оружия одна десятая угловой минуты они сами проводят отстрелы если оружие не выдает такую кучность они его перерабатывают и доводят чтобы давала или утилизируют любопытно что этого экспонента не было в прошлом и позапрошлом году это первый раз когда я вижу без по ган что они выставляют свое оружие патроны здесь очень дорогие я не хочу постоянно играться цифрами долларами рублями то что неважно если вы вовлечены вот стрельбу из такого оружия то вы наверное представляете порядок цифр который приходится на это тратить просто интересно насколько точным может быть оружие когда-то я говорил что в практической стрельбе используются карабины они собирают две угловые минуты на 100 метров это угловая величина говорящая о точности оружия что такое две угловые минуты это почти 6 сантиметров поперечники то есть если пуля попадет сюда или на 6 сантиметров ниже вы говорите окей с таким карабином в принципе можно выступать в практической стрельбе конечно более распространены более точные образцы которые выдают одну угловую минуту например я лично доволен своим карабином который выдает одну угловую минуту на 100 метров поперечник 2 и 7 2 и 9 миллиметра это более чем достаточно в практической стрельбе учитывая размер мишени но мы стреляем на дистанции 100 200 300 метров все это наша задача такое оружие способно стрелять на дистанцию полтора километра и даже два километра но для этого обычных патронов использовать не получится обычные патроны просто по своим характеристикам не соответствуют в этом оружие также заложенный практический смысл например здесь есть патрон который обеспечивает гарантированное падение животное на больших дистанциях то есть она несет себе столько кинетической энергии я так говорю энергично словно я продаю это оружие я никак без погана не отношусь вот и не менеджер по продажам но просто это очень интересно когда тебя оружие способно поразить животное здоровенного лося на дистанции один километр и в нем все еще сохраняется энергии чтобы эти 400 500 килограммов свалить на землю пострелять из такого оружия это финансовая нагрузка и в определенном смысле привилегия но может быть мы постреляем ближайшее и не ближайшее время на нашем канале из такой винтовки стенд молота и карабин сапсан 9 на 19 это штука появилась но достаточно давно и уже не новость но тем не менее через год обещают что она попадет на прилавке можно будет попробовать его в действии что интересного ну в общем это такой необычный гибрид здесь он сделан из частей которые раньше были под другие калибры это от вала или винтореза рукоятка фурнитура это турецкая или аэр совместимая труба грубо наваренная возможно в конечном варианте она будет облагорожена посимпатичней шахта от сайги 9 или же витязи с такой же клавишей под те же магазины сверху приварено на газовую трубку да друзья газовая трубка это не свободный затвор а это затвор поворотный с боевыми упорами в количестве четырех штук судя по всему планка прикреплена приварена газовой камере дальше труба опять же похоже что ее сделали специально в единичном экземпляре вот под этот карабин очень длинный ствол не характерно длинный ствол обычно стволы бывают короче это к сантиметров на 12 иван подсказывает что возможно связано с тем что нужно создать большее давление я в этом сильно сомневаюсь хотя может быть и так по крайней мере мы видели короткие карабины на газоотводной системе zigzaur mpx у них короткий ствол при этом энергии достаточно для того чтобы провести цикл перезарядки карабин необычно длинный я не знаю для чего он такой нужен явно под спорт он не делался может быть он кстати и найдет свое применение в спорте вот эта часть по диаметру похоже именно на глушитель на вот этот интегрированный глушитель для того чтобы тюнинга на этот карабин кто-то занимался нужно чтобы он в массовом порядке продавался в магазинах будет ли это я не знаю приклад подобран неудачно прямо скажем лично мне не нравится и для тактики не подходит тактики темляк прилепляет сюда для того чтобы при скидке оружие или при манипуляциях он не зацеплялся за стропы за карманы и за подсумки но неважно короче это рабочий прототип пока не постреляешь говорить смысла никакого нет мне кажется что идея газоотводной девятки сама по себе интересно с одной стороны возможно из-за грязнения газовой системы из-за того что сам патрон погрязнее порох погрязнее на этом калибре чем на 223 калибре но опять же все это догадки если он когда-нибудь появится в доступе я думаю мы с удовольствием возьмем его на обзор постреляем и оценим как она отдача как она точность кучность и удобства в по 185 калибре 9 на 19 есть такой же только под другой калибр алтай но я боюсь что алтай калибр он еще не стал таким популярным чтобы его там снаряжали в общем будущее алтая в тумане а вот 345 калибр мне кажется вполне ходовой даже после того как его запретят трижды все равно люди будут сами снаряжать и в общем для него есть компоненты он неудобен для спорта но как говорят мои товарищи он неплохо зашел для тактикульщиков то есть людей у которых использование оружия предусматривается вот в какой-то тактической военной милитаризованной обстановке вот когда он складывается становится коротким приятным чем-то напоминает если смотреть с вертолета на mp5 похож но естественно он другой у него есть какие-то свои недостатки которых кто-то какие-то уже видео выпустил но мне не довелось к сожалению пострелять из него опять же если ты не стреляешь из карабина рассказывать об эргономике все остальное просто второстепенно карабин должен быть работ рабочий удобный в нем должна быть контролируемая отдача давайте вложимся для красоты на морозе язык примерзнет сюда и слава богу будешь меньше болтать всякой фигни спорт вэпенкастом говорить много я не буду скоро будет обзор карабинов которые вы видите здесь и я постреляю ценю его эргономику точность кучность и все что нужно оценивать ружье да год назад я говорил что это ружье было в проекте но теперь она потихонечку движется к своему завершению и тогда я говорил слушайте а вот неплохо было бы сделать магазины от випря они доступны они дешевые они сказали ну конечно неплохо бы но тогда придется ресивер нижний переделывать нужно очень много новой работы в общем они как-то сделали много работы новый у них действительно будет новый ресивер и магазин от випря дешевые проверенные качественные так что к новому году я надеюсь первые выстрелы уже будут сделаны из этого ружья с его необычной системой видите ствол это не его плохо закрепили еле держится нет на самом деле это просто запланированный откат ствола он так вот перезаряжается с коротким ходом интересное ружье может быть составить конкуренцию випрям сайгам или а больше то и нет никого и в самом конце сестрорецкий оружейный завод но это не тот сестрорецкий оружейный завод который находится там на пляжах санкт-петербурга это в мытищах почему так называется узнаете в следующих роликах кое-что интересное отличающие от всех остальных здесь есть ну начнем вот с этой девятки эта девятка которая подходит для выступлений в PCC в практической стрельбе в IPC все то же самое магазин от Глока та же компоновка те же органы управления но ствол здесь несколько другой здесь я я не работаю здесь особенность карбоновый ствол он создан для того чтобы сохранить потребительские качества этого ствола ну то есть скучность точность но при этом сделать его легким потому что часть материала заменена со стали на карбон карбон отличается как раз помимо всех своих других характеристик прочностью и очень большой легкостью также сюда можно скрутить и накрутить дульный тормоз компенсатор резьба здесь 16 на 1 то же самое что на сайге 9 то есть практически все дульники сюда можно прикрепить забавно если прикрепить сюда дульник например ильина или буллитек который весит под 400 граммов мы тут сильно доплачивали за легкий ствол и поставим сюда болванку в пол килограмма это будет смешно интересно то что это новый карабин и не знаю как ребятам с старорецком оружейного завода удалось или нет но в начале все производители оружия имеют целую кучу проблем с приведением этого оружия к надежной безупречной работе то есть где-то что-то ломается где-то технологические процессы не проработаны поэтому надо ребятам дать время если у них что-то ломается дать обратную связь я уверен практически все оружейный производитель у нас адекватные и обслуживают оружие по гарантии еще интересное это револьвер кстати похожий револьвер мы видели в фильме про джокера помните вот эту сцену да когда он сбивал самолет так что это револьвер системы наган вот это все историческое приклад здесь приделан красивый аутентичный под эту рукоятку но если бы они приделали кочергу наверное было бы некрасиво наган конечно классная вещь покупать такое оружие будут те кто хочет чтобы у них был наган но с ним теоретически можно поохотиться это довольно мощный на самом деле дохлый патрон 762 не знаю кроме развлекательной стрельбы назначения здесь нет но знаете как один человек сказал половину своих денег я потратил на женщин вино и развлечения а вторую половину своих денег я потратил зря если мы тратим деньги вот на такое оружие мы не тратим для того чтобы охотиться и мы не будем говорить а как же сюда прикрепить планку пикатини нет мы купим это оружие для того чтобы просто радоваться стрельбе использовать его для души ну и для любителей пострелять очень тихо с глушителем я должен разочаровать это не глушитель это банка стрел или как здесь написано шайтан труба 1 видимо будут развиваться генерации штука нужна для того чтобы не обзаведясь лицензии на оружие приобрести такую штуку зарядить сюда холостой патрон и стрелять навесом по минометной траекторию не знаю куда но в безопасном направлении убирая палец от спускового крючка когда мы не прицеливаемся непосредственно в мишень а здесь мишень прицеливается тяжело поскольку стрелять придется по навесной траектории ну в общем эта индустрия развлечений имеет место быть с видом аэр системы стоит около 60 тысяч рублей а на этом у меня все и мы увидимся с вами в следующий раз в этом видео не было упоминания великолепного стенда от союз т.м. но он настолько классный что я сделал про него отдельное видео посмотрите это видео кликнув на картинку слева а если вы кликните на ссылку справа то узнаете кто лучший стрелок из голливудских актеров он в и и и Продолжение следует...